Ксюша как будто чувствовала, что ничем хорошим технический прогресс для неё не обернётся. Она прочь отказывалась сменить свой старенький кнопочный Samsung на что-то поновее. И только презрительно усмехалась, когда мы с Викой утыкали свои айфоны, чтобы проверить сообщения ВКонтакте и Фейсбуке. Телефон нужен для того, чтобы звонить. Категорично заявляла Ксюша и добавляла задроты. Но ничто не может длиться вечно. Ксюшин телефон со временем начал ключить, зависать, терять сигнал. В связи с чем на нашем совещании по поводу грядущего Ксюшиного дня рождения, мы с Викой приняли стратегическое решение. Благо Китай позаботился о том, чтобы даже мы с нашими скромными финансовыми возможностями могли себе позволить относительно приличный телефон с сенсорным экраном и всем необходимым прогрессивному человеку. Ксюшу подарок очень обрадовал. Хотя она и пошутила про то, что мы просто хотим затянуть её в свою задротскую секту. Мы как приличные подруги несколько часов потратили на то, чтобы объяснить ей что, как и для чего. И спокойно отправили Ксюшу в свободное плавание, предчувствуя, как она наставит в телефон кучу идиотских игр и сама начнёт отвлекаться каждые полчаса, проверяя, созрела ли у неё морковка на ферме и построилась ли шахта. Но вопреки нашим ожиданиям, больше всего Ксюшу заинтересовал именно Инстаграм. Сначала были фотографии кота и всего, что попадалось по дороге в универ. Но этого показалось мало и Ксюшу будто подменили. Раньше она была довольно замкнутым человеком и предпочитала развлекаться на кухне за чайком. Теперь же буквально силой таскала нас на разные выставки в музеи и кафешки, только для того, чтобы выложить что-то новое в свой Инстаграм. Город у нас небольшой, выставки случаются редко, а все музеи и кафешки мы успели обойти по несколько раз. После этого Ксюша как-то скисла, и мы с облегчением подумали, что всё ей надоело. Но не тут-то было. Однажды, когда мы все собрались у Вики, раздумывая, как поэффектнее профухать очередной летний день, Ксюша буквально накинулась на нас, потрясая какими-то ссылками из Википедии. А казалось, что буквально неподалеку от Викиного дома, в лесочке имеется какой-то заброшенный бункер, времён Второй мировой, в который мы должны немедленно отправиться. Потому что вот, Ксюша даже координаты раздобыла. Причём Ксюша даже не скрывала, что столько усилий намеревается приложить только для того, чтобы порвать Инстаграм. Но дело поинтереснее у нас тогда, к сожалению, не нашлось. Вооружившись фонариком, мы отправились в лес. Благо, было недалеко. Искаемые подземелья нашлись довольно быстро, и снаружи выглядели даже устрашающе. Что-то вроде заросшей мхом огромной норы, со старыми ступеньками, уходящими в непроглядную тьму. Помявшись на пороге какое-то время, мы всё же спустились. И первым разочарованием был валяющийся вокруг мусор. Пустые бутылки, бачки из-под чипсов, какие-то тряпки и прочие следы быта местных алкашей. Но зато внутри было прохладно, поэтому мы решили продолжить свои исследования. Окружающая темнота и тусклый свет фонарика сделали своё дело, и мы начали нервничать. А с тем, что не довершили окружающие картины, отлично справилась Вика, начавшая вспоминать и ночного гостя, и слендермена, и сумасшедших сатанистов. Коридор между тем извернулся буквой Г, и в конце концов уперся в откровенно рукотворный тупик. Продолжение катакомб явно зацементировали, опасаясь таких вот путешественников. Мы с Викой вздохнули с облегчением. Прежде приятный холод начал пробирать до костей. С потолка капала какая-то дрянь. Мы то и дело спотыкались о бутылке и какие-то каменные обломки. Да ещё и воняло там, как на помойке. Порадовались все, кроме Ксюши. Замазганные стены с матерными ругательствами вряд ли подходили под определение порвать инстаграм. Но жизнь состоит из череды разочарований. Поэтому мы с Викой потащили вяло упирающуюся под руку к выходу. И вот тут всё и случилось. Смотрите, тут дверь. Я, честно говоря, захотел убежать оттуда, теряя тапки. Потому что руку даю на отсечение. Когда мы входили, никакой двери там не было. Была бутылка Бёрна, о которой я подумал, что бомжи нынче шикуют. Был пакет из пятёрочки, но двери не было. А теперь бутылка есть, пакет есть, выход в десяти метрах есть. И дверь, металлическая, ржавая и гостеприимно приоткрытая, тоже откуда-то есть. У меня с глазами всегда всё было в порядке. И не заметить такое было, мягко говоря, невозможно. Но мозг требовал рациональных объяснений. И я, идиотка такая, позволила Вике и обрадовавшись о такой находке Ксюше, меня убедить в том, что дверь была. Мы просто смотрели в другую сторону. И что вот они, настоящие приключения. Поэтому мы вошли в эту мать её дверь. За дверью была комната. Такая же обшарпанная, как и все в этих катакомбах. На полу валялись какие-то тряпки, некогда, видимо, бывшей одеждой. И бутылка из-под минералки. В углу ржавый железный шкаф. И горы ещё какого-то мусора и обломков. От холода уже зуб на зуб не попадал. Но тут, по крайней мере, ничем не воняло. Ксюша, как завороженная, начала фотографировать всё подряд. И шкаф, и мусор, и ещё одну дверь в противоположной стене. Туда мы тоже вошли. Снова темнота, холод, обломки мебели. На этот раз каркасы кровати, вроде больничной. И новая дверь. Я уже чувствовал себя героиней какого-то инди-хоррора. Новая дверь никого не удивила. Ксюша всё фоткала. Но потом ей это занятие надоело. Поскольку и эта комната, и две другие за ней разнообразием не отличались. Там точно должно быть что-то поинтереснее. Давайте быстрее. Мы замешкались, потому что Викины джинсы зацепились за обломок арматуры. И никак не хотела цепляться. И дальнейшее только слышали. Ксюша, не дождавшись нас, ломанула следующую комнату, посвечивая себе телефоном. Тут ещё дверь! Огромная! Давайте скорее! Вслед за этим мы услышали ляск и скрежет. А потом тишина. Мы с освободившейся Викой бросились следом. Но в комнате нас ждала только глухая стена. И никаких следов Ксюши. Сначала-то мы подумали, что Ксюша шутит и куда-то спряталась. Но спрятаться можно было разве что в гнилой ящик, стоявший в углу. И вот тут нас накрыло какой-то беспросветной паникой. Мы звали Ксюшу. Простукивали стены. Метались по комнате и всё ждали, что Ксюша отзовётся. Выйдет из предыдущей комнаты и посмеётся над тем, как круто нас развела. И Ксюша действительно отозвалась. Если можно назвать Ксюшин полный ужаса и более нечеловеческий вопль. Который донёсся до нас прямо из-за стены. Вопль длился и длился, как будто там кого-то рот на куски. А потом резко оборвался. И в ту же секунду свет погас. Потому что лампочка фонарики с хлопком лопнула. А я грохнулась в обморок. Вика, как оказалось, тоже. В себя мы пришли на кучу воняющего бомжами мусора. Прямо перед входом в катакомбы. И судя по тусклому свету, уже начало темнеть. Никакой двери в том коридоре больше не было. И Ксюши не было. Первым порывом было позвонить ей. Но телефон был вне зоны действия сети. Новые попытки звать тоже ни к чему не привели. Это просто облюбованный алкашами и маргиналами пустой коридор под землёй. И всё. Ни дверей. Ни криков. Ничего. Потом была полиция. Нам с Викой пришлось пройти на кучу унизительных проверок на алкоголь и наркотики. И даже воздух в катакомбах проверяли на предмет наличия в нём токсичных веществ. Потом менты выяснили, что в тот день Ксюша сильно разругалась с родителями. И пришли к выводу, что таким непанальным образом она решила свалить из дома. Всем тут же стало наплевать на обстоятельства её исчезновения. Ксюшу объявили пропавшей без вести и послали нас всех подальше. Я уже и сама была готова в это поверить. Всё же как-то привычнее исчезновение комнат. Если бы не одно «но». Ровно через месяц, 19 июля, в моей ленте в Инстаграме появилась фотография. На снимке были до боли знакомые обшарпанные коридоры. И выложила их Ксюша. Я тут же кинулась звонить ей. Но телефон был по-прежнему мёртв. Потом стала звонить Вике. Она попросила переслать ей фотографию. Потому что свой Инстаграм после этих событий она снесла. И правильно сделала. Но больше фотографий не было ни в моей ленте, ни в Ксюшином Инстаграме. Я не знал, о что думать. То ли что какой-то бомж нашёл телефон и от нечего делать развлекался с ним. То ли что мне тупо показалось. Последняя версия была понадёжнее. И я было выдохнуло. На фотографии стали появляться каждый месяц 19-го числа. В день пропажи Ксюши. Чтобы меня не сошли психопаткой, я их сохраняю. Сейчас вы их видите. В полицию идти бесполезно. Потому что для них это будет ещё одним доказательством того, что совершеннолетняя девушка в полном своём праве свалила из дома. И теперь посылает нам знаки, что всё в порядке. Но что за знаки посылает Ксюша, я уже не узнаю. Потому что те катакомбы сразу же засыпали во избежание. И всё, что я могу делать, это сохранять фотографии по одной в месяц. Это звучит смешно. Но я очень боюсь, что однажды Ксюша запилит селфи.